Можно просто по ценам сегодня посмотреть, а репортаж у вас. А я не рада, пускай сейчас вы будете покупать. Позвоните, пожалуйста, на полу. Здравствуйте. От чистой палаты Саратовской области мы по поводу цен. Чисто информационный рейд. Можете дать нам справочку? У нас цен не повысилась. У вас цен не повысилась. Вот скажите, пожалуйста, почему вы не повысили цену, хотя имею в виду, когда у вас была предыдущая? Последнее повышение было в начале марта, где-то в первом августе. А с чем вы не повысились? 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 А сейчас почему вы не повысились? На данный вопрос я ответить не могу, потому что не владею информацией. Все ценообразование у нас происходит, так как мы подчиняемся городу, в Гамерном. Там есть ценовая комиссия, которая все это делает, все вопросы эти вопросы. Если вы не знакомы, я не так, что с первого числа обещали на бензин на бензин. Продошло у вас это повысение? Объяснилось, почему не произошло. У меня было изображение, без заблога, и все, что вчера получили бензин, по старой цене. По старой цене. Когда у вас последнее повысение было? В начале марта? У нас цена, что в прошлом году, правда, было снизу дизельных, чем сегодня у города решено сделано. У нас был в другой полосе, значит, были, знаете, не нарушения продуктивы, были факты завышения серых дизельных топливов, еще какие-то. Скажите, улучшилось сейчас качество топлива у вас? Мы получаем топливо-дизельное, бензин 990, это наш завод МКЗ. Качество так отличное, жалобы никаких нет. Все довольные водитель, которые приезжают, проверяются. Но мы, на самом деле, не замечаем, не успешно. Прокомментируйте. Это мерный специальный прибор, которым при температуре плюс должно быть ровно ноль. Вот видите, да? Вот ноль. Мы посмотрели все бумажные приказы, которые получают для образования цены на двух сетях забравки, на Лукойле и на ТНК. Цены не изменились по сравнению с вчерашним годом. У них произошло повышение цены где-то на 30 до 50 копеек еще в начале и середине марта. Конкретно на ТНК произошло повышение цены 21 марта. Цена на длину повысилась на 30 копеек. На Лукойле тоже где-то в начале марта на 50 копеек. На сегодняшний день изменения цены не наблюдалось. Так, мы проверили заправку или частая заправка. Здесь мы проводили рейд. И здесь меня, собственно, картина просто поразительная. Здесь вот эта культурная, современная заправка. Куда приятно зайти, мы посмотрели, что сделано. И в том числе нам позволили проверить объем топлива, который заправляется в бане. Специально сертифицированным прибором мы сделали два замера по 95-му бензину и по 9-му. Все проверки абсолютно ноль. То есть никакого расхождения с показаниями счетчика на самой колонке не наблюдается. Это очень важный факт, потому что очень часто в офисную палату приходят люди и задают нам вопросы. Считают, что их обманывают на заправках, не доливают в том числе бензин. Мы неоднократно проверяли бензин. Останавливается на всех заправках правильно. То, что касается объема топлива. То, что касается качества, тоже проверяли неоднократно. Но серьезных нарушений выявлено не было. Ну, наверное, качество бензина зависит от производителя, он лучше или хуже. Но он соответствует тем стандартам, которые требуются.